Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Суть вопроса в следующем. Брату 52, года я малой жена 10 лет, его жена моя одногодка. Женился он 40 лет, его жена занимает должность в фирме, изначально показала себя высокомерно, а сеначально судит людей по должностям, идет по головам, если касается профессии и должности, то готова на многое. Например, ее по знакомству устроили в фирму рабо, тут на том месте была другая женщина, которая работала около 10 лет, но ее уволили, хотя она обращалась во многие инстанции. Суть в том, что брат стал меняться и подстраиваться под нее, стал насмехаться над простыми людьми, которые живут на одну зарплату. Стал мне предъявлять претензии, когда у них родились дети, что я должна помогать и навещать. А его жена всячески подгалывала меня. Тот, например, произнесла на мой день рождения, что жизнь не загор и не мертв, никто замуж не берет. Я молчала, старалась не реагировать, спрашивала у него, почему она так относится, она отвечала, что это шутка, просто, и все время он находил оправдание. Сейчас детям 10 и 6 лет. Год назад был казус, я в багажник положил ему вещи и не нажал на кнопку, как положено, а надавила на крышку. Он сам стал закрываться. Братства кричат на меня, не выходя из машины, что надо нажимать на кнопку. Я спрашиваю, сломалось что-то, он стал орать еще больше, что не хватало, чтобы я сломала. Я спросила, почему такой нервный он стал злиться, в итоге я вышла из машины. В итоге с ним поехала мама, она стала возмущаться, что он злой, а он стал высказывать моей маме, что я не уделяю внимания его детям и не прихожу в гости, не беру их к себе. Я не нахожу общий язык с ней, имеется ввиду, с женой брата. Он ведет себя как она, стал агрессивным, мне не хочется общаться с ними. Мама ему сказала, что он злой, потому что многое не нравится, а приходится слушаться жену, выполнять все ее прихоти. Он передал все жене, короче, она сказала, что не приедет больше к нам в дом и не даст детей. Какое-то время я не привозил детей, потом опять стол возить, а у меня остаток из-за отношений, не хочется вообще общаться и видеться. А когда я их не вижу и не общаюсь, чувствую себя хорошо, когда приходит какой-то остаток, хоть мы и не разговариваем с ним почти. Спрашивает Инна. Прочтет здесь вопрос. О чем ваш текст? Это первая мысль, которая возникает после прочтения. На мой взгляд, то, о чем вы тут говорите, это некое такое непринятие, как будто бы себя. Разраждение и злость на вашего брата может здесь подразделяться на два основных компонента. Первый компонент, это компонент нарушения личных границ, неподобающее общение с вами, неприемлемость, хамство и так далее. И здесь речь идет о разности в ценностях. Второе это то, что, по моему мнению, жена брата и, соответственно, брат в какой-то степени подчеркивают вам ваши собственные проблемы, с которыми вы, судя по тому, что описываете, сталкиваться не очень-то и хотите. Не в том смысле, что вы не должны или наоборот должны. А в том смысле, что эта проблема лично для вас является разрешаемой. Иными словами, я бы обратил внимание на два ключевых аспекта. Первый, это то, что вы склонны склонно себя подавлять, вы склонны зажимать свои чувства, вы склонны зажимать то, что вас беспокоит, и не реагировать так скажем, в моменте на то, что вот происходит. Это первый аспект. и второй аспект, это то, что ситуация скрывает на мой взгляд ваше недовольство с собой. То есть, вы скорее всего недовольны своей жизни. ну, или не до конца ей доволен. И, соответственно, как мне кажется, делайте недовольство недостаточно для того, чтобы быть удовлетворен. Да? То есть, может быть, здесь речь идет о том, что вас задевают слова сестры и брата в силу того, что скрывают ваши собственные конфликты, которым вы сами не выработали как такового отношения. Вот. Не решили, что с этим делать. Не понимаете, как вам с этим обращаться. Либо вы не принимаете то, в какой парадигме, например, вы живете, допустим, либо вы не принимаете это, либо вы не готовы что-то менять, что-то улучшать, что-то корректировать в своей жизни. И это не может не мешать вам, это не может не отправлять вашу жизнь. Так что, мне кажется, что дело здесь не в брате как таковом и не в его жене, а дело здесь в вас и в вашей реакции, в вашем психологическом состоянии. Когда, грубо говоря, вы, например, игнорируете что-то в себе и соответственно вам из-за этого очень и очень нелегко. А что делать с этим дальше? Вы не знаете. Обращаться со своими чувствами, например, вы не умеете. или боитесь или опасаетесь или что-то может быть еще. И суть здесь в том, чтобы помочь вам как раз-таки с этими аспектами разобраться. брата и жену вы переделать не сможете. Вы не сможете их так или иначе изменить. Это невозможно. Как бы вы не хотели. Вот. Потому что у брата и у его жены есть ну как бы вот свои так скажем ценности свои какие-то приоритеты и они им так или иначе будут следовать и это на мой взгляд абсолютно нормально. Но свою реакцию проанализировать вы более чем способны. и можно поработать с обидами с негативными чувствами и подкорректировать вашу жизнь так чтобы вас это не задевало. На этом все. Надеюсь что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего удачу.